Израильские военные провели успешное испытание системы лазерного перехвата ракеты беспилотных летательных аппаратов. Оно происходило на юге пустыни Негев. Лазерная система ПВО успешно сбила беспилотники, миномётные снаряды, управляемые и неуправляемые ракеты, в том числе противотанковые. В феврале прошлого года премьер-министр Израиля Нафтали Беннет признал, что система обороны железный купол слишком дорогая. Он сказал, что страна ускорит внедрение лазерных технологий. Новая система ПВО проста в эксплуатации, её боеприпасы неисчерпаемы. Пока есть электричество. К тому же её использование обходится дешевле, чем запуск противоракет, которые стоят от десятков тысяч до миллионов долларов каждая. Систему лазерного перехвата планируют развернуть на суше, в воздухе и на море. Сначала её разместят на границе с сектором газа, где Хамас и другие группировки регулярно обстреливают израильские города. Затем она будет действовать везде. При этом другие системы обороны, такие как железный купол и праща Давида, продолжат работать. Система лазерного перехвата поможет с меньшими затратами защитить от ракет противника. Считается, что две крупнейшие террористические организации в секторе газа обладают тысячами ракет и миномётных снарядов. Кроме того, в последние годы Иран всё чаще используют для террористических атак беспилотники.